Друзья, сегодня короткий апдейт, посмотрим, что у нас произошло с ценой на биткоин, с альткоинами и действительно ли мы перешли наконец в наше бычье наступление. Ну, как видите, во-первых, цена после вчерашнего вот этого небольшого падения, где мы надеялись на продолжение роста, она пошла наоборот вниз, но в принципе вы хотели коррекцию, вот вы ее получили. С дна где-то в 3200 мы сейчас прибавили по сути 500 долларов, да, точнее прибавили до 1000, но 500 отыграли, вот она 50% коррекция, которую все в общем-то так и ждали. Альты, конечно, идут опережающими темпами, как они шли вверх здесь, так они идут вниз, более быстрее, чем биткоин, это тоже в принципе ожидаемо. Ну и все, уже началась паника, люди призывают к новому дну и так далее, то есть вот достаточно было вот таким двум, ну можно сказать, трем свечкам красным случится, как все резко, все обычные строения поменялись на медвежьи. Друзья, я своего мнения не поменял, очень хотелось бы, как уже говорил вчера, мне бы хотелось, чтобы мы пошли на дно в 2000 долларов, там к примеру, да, уже сейчас, а еще лучше и раньше, чтобы уж наконец это случилось и мы спокойно оттуда уже росли, потому что ниже там 2000, там, ну полутора может быть, да, если уж совсем какой-то экстремальный сценарий, вряд ли мы пойдем. Ну а пока этого не происходит, мы находимся в такой неопределенности, то ли это было дно, то ли это не было дно. Поэтому пока мы в ней, значит, находимся, я предпочитаю безопасить себя от того, что цена уйдет вверх без меня, на самом деле, ну представьте себе, вот где-то 4000, на которых я примерно покупал часть позиций после вот этого роста. Если цена упадет до 2000, ну что, я потеряю 50%, ну и сколько будет цена там сидеть на этих 2000, на таких низких уровнях, месяц, два, полгода, ну мне, честно говоря, все равно. Я готов подождать, но вот эти вот 50%, ну по сути это не так и важно, если мы купим на 2, на 3, на 4 тысячах, главное, что цена потом пойдет на новые максимумы. В то же самое время она может не опуститься до этих 2000, и я бы оказался вне позиции. Поэтому даже несмотря на то, что сейчас альткоины, как видите, вот сейчас у меня все списки, они просели, я особенно-то не переживаю, жду, как цена будет развиваться дальше. В медвежьем случае, в случае медвежьего сценария, вот отметка в 3600, может быть здесь вот есть уровень такой, но не знаю, стоит ли вообще о нем говорить, в 3500, на который цена может также опереться и оттолкнуться от него. И более того, если мы посмотрим на, тут я не на Coinbase, а на Bitfinex, построил вот такую перевернутую голову и плечи, немножко ее модифицировал после того, как она была более прямая до вот этого движения. Ну вот смотрите, вот плечо, голова, плечо, то есть по-прежнему сейчас мы вот идем вот в этот вот второе плечо, вполне можем его дойти как-то каким-то вот таким вот образом. То есть ничего удивительного нет, если мы дойдем до этих там 3500 и потом пойдем наверх, оттуда мы уже оттолкнемся на всю величину, до 5500, будет прекрасно разворотная фигура, все в шоколаде. Дальше, по поводу этих скользящих средних, да, во-первых, у нас есть, если смотреть по часовому таймфрейму, вот эта вот синяя, это 200-часовая скользящая средняя. Мы, в общем-то, сейчас вращаемся вокруг нее, тут подкрадывались к ней, отбились, прошили, потом потесли снизу, тоже отбились. И сейчас хороший момент, чтобы вот где-то вокруг нее покрутиться и пойти вверх. Что же касается 4-часового таймфрейма, о котором мы вчера говорили, по-прежнему у нас есть на 4-х часах вот этот вот золотой крест, золотое пересечение, которое говорит о бычьем настрою. То есть, по сути, на 4-х часах вот такая вот одна большая свечка, но вы знаете, вот она была зеленая, вот она стала красная, я особенно на этот счет не переживаю. Конечно, да, альты там многие улетели, но половина альтов у меня все равно в профите, например, да, который я покупал, что здесь, что здесь, так что я не вижу никаких особых серьезных причин для переживаний. Более того, у нас есть тезер, который сейчас находится заметно выше 1 доллара и пока туда еще не упал, несмотря на все движения странные вниз рынка. И более того, у нас есть вот эта вот 50-дневная скользящая средняя, не 50-дневная, 50 отрезка по 4 часа, от которой тоже мы потихоньку отбивались и в принципе тут сейчас будем, наверное, вокруг нее двигаться. Более того, у нас есть движение, нет, не хотел не шарты, а ланги открыть, движение по лангам, простите, вот они ланги, шарты у нас идут вниз. Движение по лангам, то есть, как мы двигались, смотрите, был большой набор, слили, потом опять начинаем набирать, сливаем, причем вот эти осцилляции уменьшаются. Возможно, что сейчас мы опять пойдем вниз и постепенно-постепенно будем расти, как мы росли вот здесь вот на более или менее стабильном таком, ну, относительно, конечно, стабильном, спокойном рынке. Вот здесь вот назвать его стабильным было, конечно, нельзя, но тем не менее, то есть, видите, в общем количество лангов растет. И тоже это такой, конечно, условный, но тем не менее, статистически неплохой знак. По поводу медвежьего сценария, должен опять же заметить, что продолжаем мы падение на рынке ценных бумаг, я продолжаю на это упирать. Ребята, грядет серьезные, серьезные перемены, кризисы и прочее, посмотрите, на каком, как далеко мы уже свалились. Это S&P 500 и вообще это полное, вообще ответственное такое падение, там, приостановка действий правительства США, поднятие ключевой ставки и так далее. NASDAQ, то же самое, та же самая картина, ответственное падение. Это немецкий рынок ценных бумаг. Dow Jones, все падает. Где-то тут у меня еще был Nikky, тоже у меня нет, Nikky у меня нет, но тоже он сегодня падал и, скорее всего, рынки в Америке тоже откроются на падежении. Причем, должен отметить, что у нас золото растет, серебро у нас растет, то есть, вот эти все вещи, они потихоньку, в них переходит капитал. Так, и по поводу альткоинов, да, общей капитализации альткоинов, о которой мы говорили вчера, вот это вот безумное пробитие, смотрите, мы опустились ниже. Упс, что-то произошло у меня тут, давайте обновим график. Так, ну и вот он. Опустились ниже, пробили вот эту линию тренда и потом протестили ее опять снизу. На удивление я как-то ее так красиво нарисовал, хотя здесь не совсем, ну это было уже пробитие. Так вот, тестируем ее снизу, и здесь у нас проходит еще одна скользящая средняя 50-дневная, и она тоже, видите, она тоже проходит уже в вот этих, вот на этом золотом кресте, золотом пересечении. И вот где-то вот в этом диапазоне, пока это скользящая средняя будет пересекать вот эту линию, трендовую линию сопротивления сейчас, которая, да, то есть до конца года, до конца этого месяца, до конца этого года, мы увидим какое-то взаимодействие цены с этой линией и с этой скользящей средней. И скорее всего, я думаю, что после такого вот, ну это можно назвать ложным пробоем, но я думаю, что скорее всего мы еще раз пойдем туда, хотя опять же, если цена пойдет на новом минимуме, то, естественно, мы вернемся. Но, тем не менее, мы очень и очень близко к развороту, я думаю, что я склоняюсь больше к тому, что как раз тренд развернется. Друзья, безусловно, не повторяйте мои действия, они очень рискованные. Должен сказать, что хороший трейдер должен дождаться сигналов к развороту. Сейчас сигналов к развороту вот на таком вот движении нет, сейчас сигнал продавать. Однако, я как непрофессиональный трейдер, я предпочитаю идти по пути меньшего риска и покупаю уже сейчас, так как я не могу предугадать, будет ли движение вверх или вниз. То есть на этом уровне я купил. И вот сейчас я посмотрю, как цена будет двигаться. Если она упадет до 3500, я, наверное, подкуплю до 3600, подкуплю, наверное, еще. Опять же, тут вот еще один уровень взаимодействия с скользящей средней на сотке, да. Так что очень много возможностей здесь откатиться. Я думаю, что я и буду рассматривать и на них покупать. По поводу новостей, да, сразу у нас появились как положительные, так и отрицательные новости. То есть это относительно старое биткоин, цена биткоина взлетает на 1000 долларов. И потом у нас было до этого падение. И вот мы теперь вроде как хорошо так закрываемся после этого падения. Ну и тут рассказывает, что вот как было все плохо и как теперь, в общем-то, все позитивно выглядит. В то же самое время, это Independent, в то же самое время, Bloomberg, где он тут у нас? Вот Bloomberg говорит, что вот ребята из банков, институциональные инвесторы, так они вроде как входили, где стали делать сервисы, но потом что-то разочаровались и решили, что в биткоин входить не стоит. Крипта это вообще не очень хорошо работает, мало денег там и прочее. И она еще упала в цене. Так что давайте, наверное, не будем особенно спешить. Ну и так далее. В общем, сеет фад, как говорится, да, неуверенность, страх и что это там еще, неопределенность, да. На самом деле это прекрасный способ заставить цену пойти вниз и закупиться еще немножко, скинуть немножко оптимизм с людей, которые здесь пытаются как-то получить прибыль. Смотрите, здесь два варианта, в принципе, как вы можете выкинуть простых обывателей. Первый, это не давать коррекции вот таких вот, да, вот, вот таких и тем более вот таких, на которых можно было бы закупаться. Второй, это коррекции должны быть достаточно резкими, в принципе, все движения должны быть достаточно резкими. То есть, когда у вас, вот скажем, вот такая свечка наверх, вы где можете купить? Вы можете купить здесь, вы можете купить здесь, и там, вот здесь вы не можете купить, потому что вы не знаете, что цена пойдет резко вверх вот здесь вот, да, то есть вы должны ждать сигнала. Сигнала пока нет, цена резко уходит, вы не успеваете купить. То же самое происходит на падении. Вы можете либо купить здесь, но вы не, продать здесь, вернее, но вы не уверены, пойдет ли цена вниз, или это слабая коррекция, либо можете продать здесь, но здесь это как раз может быть уже разворот. То есть видите, когда скачки цены такие сильные, у нас получается, что мы не можем в принципе как-то торговать на этом рынке. Вот таким образом манипуляторы, киты, как хотите их называть, они заставляют вас находиться вне позиции. Ну, смотрите, неинвестиционный совет, как всегда, принимайте решение самостоятельно, ребят. И это вот как бы первый вариант. Второй вариант это делать такие движения, что они будут очень сильными и либо заставлять людей ожидать, скажем, коррекции, если движение пошло вот такое, то есть люди ждут коррекции, сейчас будет коррекция, вот она пошла коррекция, она еще раз выскочила, альты еще поднялись и так далее. Либо же пускать цену вот так сильно, либо еще сильнее, чтобы люди совсем уже паниковали и на этой панике продавали, видят, что цена так идет быстро и думают, что вообще пойдет сейчас обвал еще ниже. Ну вот два основных метода и они сейчас оба применяются. Ждем, когда цена упадет еще ниже, чтобы совсем уже был страх и ужас, на котором я хотел бы закупиться, ребята. Ну, на этом, пожалуй, все. Если было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Надеюсь, увидимся с вами завтра в новом апдейте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok